13 часов 6 минут, добрый день, у микрофона Владимир Сметанин, гость сегодняшнего особого мнения Багир Шарифов, общественный деятель Багир, Багирыч, ничего, если вас так представляю, общественный деятель Добрый день, добрый день Очень модно, современно, общественный деятель, в связи с недавно прошедшим урбанистическим форумом это словосочетание, возможно, приобрело какое-то новое звучание, более весомое Договорились, общественный деятель? Ну пусть будет Хорошо, давайте поехали Сейчас как раз во втором части дневного разворота говорили об усложнившейся дорожной ситуации в районе перекрестка Московской, Романа Ердяковой и Солнечной Вот вы что по этому поводу думаете? Ваш комментарий Оценить произошедшее, 7 раз отмерить, 1 раз отрезать, вот это самое главное Ну и потом нужно прислушаться, конечно, тем, кто выстраивает все эти погодные метеоусловия в нашем регионе к здравому смыслу Ну вот, как минимум Есть предложения, от Гаи На мой взгляд, это ведь не какие-то высшие силы Это не какие-то идолы и божества Ну иногда это лучшие силы, иногда демоны конкретные, которые там погружаются в человека и управляют На мой взгляд, это очередная проблема в людях Вот это же люди делали, и строили, и разрешали, и организовывали И в том числе и в тех людях проблемы, которые ломанулись Вот это актация Слушайте, вот все почему-то людей ругают Не используют такие-то достижения современные, как логистика Ну вот конкретно, что в этом месте из современных наработок можно было использовать? Человек, который дозвонился, сказал, надо было кольцо пытаться делать Представитель ГИБДД, который был, нет, городской администрации, который был студент, сказал, там маленькое слишком пространство для того, чтобы полноценное круговое движение организовать А я присоединюсь к мнению дозвонившегося кольцо, можно было делать Кольцо, да Да, плюс представители ГИБДД говорили, что они вносили предложение до управляющих о том, что въезжать можно со всех сторон, выезжать в двух, то есть регулирован И там был отказ от собственника, они пригласили, его планируют сюда, в том числе в эту студию, это здорово будет Но мне кажется, что, опять же, ГИБДД сказала, что у них нет законного права такого, но надо писать вот эти, так сказать, аншлаги хотя бы собственнику Ребята, вот выезжайте туда, сэкономите время или деньги, или поможете друг другу, или возлюби ближнего, что-то такое, да, чтобы люди думали, понимали Потому что мы все заюзанные, так сказать, вот, современностью, да, на нас, так сказать, набросали и мусор, и ЖКХ Столько проблем, что у нас даже иногда не возникает возможности подумать Поэтому, если будут аншлаги перед глазами такие, битящиеся, или обычные, написанные, с рекомендациями, мы взрослым будем... Вы имеете в виду для водителя рекомендации? Да, да, да Не соглашусь с вами, подставлю под сомнение, Багил Багинович У нас зачастую, вот, я наблюдаю это уже, господи, сколько я наблюдаю, 15 лет водительского стажа Огромное количество людей, которые не обращают внимания на знаки Стоит предписывающий поворот направо только лишь Он будет поворачивать налево, он будет вклиниваться в эту пробку Ему лень сначала повернуть направо, потом развернуться, дождаться разрывов в полосе, развернуться, поехать обратно Он не может себе представить, что можно так сделать Несколько вариантов уже рассматриваются, либо аллейная часть, либо пешеходная часть Я категорически против того, вообще, чтобы его расширять, потому что, ну, как минимум, нужно вытащить людей из машин в общественный комфортный транспорт, первое, да? Поток, соответственно, уменьшится аллеей, ни в коем случае нельзя трогать Мы хотим, там, гулять, так сказать, с детками, с собачками и так далее Причем обязательно мешочки с собой носить, чтобы все это за ними Я надеюсь, что когда-нибудь мы доживем Про полосы выделены, ну, никак она там не ляжет Но, на самом деле, зачем думать о глобальных вещах, если дело в деталях? У нас не работает эвакуация, в принципе, вообще Ну, у всех соседей, вот, и жерцы приезжали на урбан форум Плавно переходим к нему, да? Они говорили, что у них она действует... Да, вы не стоите так, успеем, пока не действует Она действует, как часы Почему не работает у нас? Почему мы сейчас космические корабли начинают бороздить просторы, да? А банально нет эвакуации, и мы не в состоянии выстроить знаки на Октябрьском И поэтому там организуются пробки Там не должны стоять машины, там не должно быть вот этих вот, так сказать, левых, там, парковок каких-то, да? О чем мы говорим? Выделенка, там будет всего лишь одна полоса для транспорта Я думаю, что она не осилит Вот как только мы пересадим всех на общественный транспорт, мы сразу... Это первая задача Ну, причем... По-моему, это ведь составные части Конечно Давайте решать в порядке приоритета Управление, концентрация ресурсов на приоритетных направлениях с минимальной степенью неопределенности и рисков Есть неопределенность в том, что мы, так сказать, думаем о выделенке, не имея общественный транспорт комфортный Пересаживая, загоняя людей, так сказать, в эти частные машинки, маленькие коробочки Понимаете? Это крайне важно Как только мы это сделаем по порядку Вот номер один, общественный транспорт сделали комфортный, да? Дороги какие-никакие уже есть, правильно, да? Номер два, так сказать, уже начали думать о том, как... Увидели поток, начинаем думать о том, как там все остальное, там, парковки и так далее То есть это же все комплекс мер Ну, безусловно, ну, вы против выделенного? Или вы сомневаетесь, что она там возможна на... Я увижу это в тот момент, когда люди добровольно пересядут на общественный транспорт Для них будут созданы условия Мы все с вами уверены... О каких условиях вы говорите? Хороший, качественный общественный транспорт Не вот эти пепердущие автобусы, которые воняют уже... Ну, надоело реально То есть хорошо, светло, чисто внутри, удобно Ну, конечно, конечно Традиционный плюс, наверное, Миллер не едет к нам Может быть, потому что мы покупаем там автобусы... Миллер... Да, представитель Газпрома Да, представитель Газпрома Может, потому что мы покупаем автобусы Мы планируем их купить, мягко говоря, не на газу, а на дизеле Которые можно украсть, да, например? Дороги, отличная мысль! А второе... У нас же официальные органы ссылаются на то, что Миллер к нам не едет, что у него там график очень плотный Некогда на открытии мероприятий Вы спрашиваете, я открою глаза на другие Смотрите, какая еще история Может быть, он обиделся К нам и Путин не приедет, потому что мы покупаем в Белоруссии, а не в Россию И при этом без экспертного мнения втихаря По-моему, это подрывает, в принципе, авторитет управляющего, который принимает подобные решения Таким образом, без экспертного, без общественного мнения Более того, у нас была комиссия по транспорту и транспортной инфраструктуре При городской администрации, которую закрыли в первый день урбан-форума Причем мы об этом даже не знали Мы писали письмо... Закрыли письмо, ликвидировали? Ликвидировали, мы туда входили, как общественники Вот я, Брам, например, да? Да, я, конкретно я, да Я три раза был на совещании, потом более трех месяцев оно не проводилось Мы написали письмо, я конкретно, представителю главе о том, что мы, во-первых, просим... Кто непосредственно отвечал за работу от администрации вот этой комиссии? Кто непосредственно? Чьё было решение об открытии, а потом о закрытии директор-домистического форума? Как фамилия человека? Ковалёва была во главе этой комиссии Подождите, вы имеете в виду комиссию город-администрации или город-думу всё-таки? Да, город-думу всё-таки В город-думе есть комиссия по ЖКХ транспорту, которую возглавляет Денис Юрокер Администрации, куда входили, ну, во всяком случае, нас включили с Виталией Брамом, как общественников И мы на трёх заседаниях были, я на всех трёх поднимался И помимо всех остальных предложений, попросил всё-таки убрать эти дымящие, щадящие пазики Потому что сколько можно Первый раз сидя, второй раз трое, третий раз я уже думал, что мне с этим делать Судя по тому, что они по-прежнему на улицах вас не услышали? Конечно, более того, я написал Острикову Остриков это? Это заместитель главы администрации города Кирова Который, соответственно, вёл эту комиссию Это транспортную тематику, да? Транспортную тематику, да С предложением назначить вновь, плюс объяснить, почему там принимаются решения, так сказать, такие глобальные, фундаментальные для города Где там покупают, тратятся миллиарды, да, на автобусы, да, и почему даже нет нигде никаких сравнительных анонсов Никаких экспертных мнений сообществ Ну, вообще делается всё очень-очень тихо Какого рода мнений сообществ? Ну, вот смотрите Какого мнения? Почему эти берёте автобусы? Почему не эти? Почему газомоторные не закупаются? Давайте первое, посчитаем деньги уходят в Белоруссию, они тратятся в России, раз Второе, почему... Я пояснил, в Белоруссии мы имеем в виду потому, что производство минского автобусного завода Шульдина Ильи, главой администрации города Кирова Которое было сделано ещё несколько месяцев назад Мы тратим миллиард, наверное, 100 автобусов, которые покупаем и поставляем в город Киров Я вообще не знаю, насколько это, с правой точки зрения, заявление было, как бы, по правильным, наверное, сформулировано Но оно было, да? У нас единое таможенное пространство, лизинг Но я делаю предположение, что тут всё в порядке Ну, давайте, давайте так, давайте так, вот смотрите, решение о расходовании миллиарда на ключевую проблему транспортной инфраструктуры, да? Может оно проходить вот так, так сказать, тихо, завуалированно, без экспертного сообщества, без сравнительных характеристик, без, там, резонанса, без общественного мнения? Я думаю, что нет Нет, нет, в каком формате вы, Бакир Байкович, видите обсуждение? Это что? Очередные слушания общественные должны были пройти по вопросу закупки новых автобусов для областного центра Средства массовой информации имеют полосы, да? Где можно как минимум статистические сравнительные данные внести, раз Второе, вот подобная комиссия, в которой мы присутствовали, участвовали Может включать экспертное сообщество, которое действительно могут отвечать на технические вопросы Плюс представители общественности, общественное мнение, там, общественная палата, предположим При включении в общественную палату Вот есть форум, что не так, например, общественная палата его поддерживает Ну, что не так, вот это не так, вот так не должно быть в тихо В общем, у меня некую дискуссию вы хотели бы видеть в этом вопросе. Конечно, главное переходим к вопросу, который вы указывали относительно того, какой переход западно или восточно нужно делать, да? Так это тоже экспертное мнение, которое нужно анализировать, а не просто говорить так. Вот тут Вася скупил землю, вот тут Петя, как бы мы сейчас будем набивать цену. Это все профанация, так не должно быть, это органы власти, вы не представляете себе, насколько это серьезно должно вообще происходить. Более того, общественное мнение должно мониториться. Экспертное сообщество должно высказывать свое мнение. Если когда-то в 91-м году вот эта история была, и мы сейчас ее возвращаем, так она требует экспертизы, это все нужно обновлять. Конечно, елки-палки, а заявлять просто, так сказать, что вот мы сейчас сбреем этого дядьку, который был готов уже здесь, там, скупил всю землю на то, чтобы там построить, набьем цену и сделаем так. Павел Владимирович, я взумаля, не скачите вы голову. Давайте вот мы сейчас про западный обход заговорили, я поясню, в чем дело. Потом мы уйдем на небольшую паузу. Багир Багирович таким образом комментирует заявление первого зампреда областного правительства Александра Чурина. Он сказал на днях, что вместо западного обхода в нашем городе надо строить обход восточный. По его словам, западный обход не выполнит той экономической задачи, которая вкладывалась в него в начале 90-х годов. Власти уже расценивают его как утопичный. А восточный обход, он соединит Киров и Кирово-Чепецк с выходом на трассу Слободской Белой Отклонницы. Вот что мы имеем в виду в настоящий момент. Ну да, во-первых, из-за человека, который заявил в своей рубашке ближе к телу, когда речь шла о возвращении задолженности по лоскому ОПК, об окроченном ему успешно, где люди и семьи ушли на улицу, уровень социальной напряженности и преступности возрос. Судить о его заявлениях мне тяжело искренне говорю. Я вообще не понимаю, как эти люди приходят во власть, какой ценой. Но если он что-то заявляет, то без исповеди, без покаяния, было бы здорово, я бы ему сразу начал верить на самом деле. То они должны как минимум предоставить возможность экспертному сообществу и общественному мнению через общественную палату провести это мнение, хотя бы создать некое понимание у гражданского общества относительно того, что и как делается. И тогда уже, ну может быть, с одобрения или как минимум уведомления начинаете куда-то двигаться. Нет, Багир Павлович, я думаю, что это не окончательное, ну по моему мнению, это не окончательное какое-то решение, потому что ранее, вот я слежу все-таки за новостями, никто не высказывался еще так вот по этому поводу, что западный обход нам уже как бы не нужен, давайте еще другое дело. Я думаю, что обсуждение, оно еще вполне себе может быть. До рекламы, до рекламы я вот хочу два факта осветить. Смотрите, мы построили, была как некая договоренность некоторых, так сказать, частных лиц, видимо, потому что государственными деятелями их назвать очень тяжело после того, как вот эти факты, так сказать, всплывают. Вот смотрите, а строительство моста серьезно очень в веских полянах. Да, да. Это такой мост, как Керчь. Ты туда проезжаешь, на ту сторону, и там тупик. Представляете, сколько денег было потрачено. Мне рассказывали, если бы волну рассказывать. Вы поверьте, это ошеломляет. Вот это проект, в который мы вложили кучу денег, которая не пришла никуда. Первое. Второе. То же самое мы сделали вот сейчас в направлении туда, к Ежевск. Я понимаю, о чем вы говорите. Мы несколько лет там на эту дорогу достраивали. Да, да, да. Это мой выход на Удмуртир. Люди должны понимать, глаза, 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 глаза. Мы до Глазова довели дорогу, и она опять упирается в лес. Вот эти прожекты, вот такие мальчишки, которые делают подобные заявления, а оставляют, и мы потом в этом живем. А туда тратятся колоссальные деньги. А потом мы спрашиваем, где нам взять деньги на автобусы, остановки, асфальты и так далее, на качестве уровня жизни. Для меня это очень серьезно. Поэтому, если даже это последний эфир сегодня, я все равно готов буду озвучивать те вещи, которые... Я вам гарантирую. Я буду... Ну, если это мое мнение, так и называется ведь программа, да? Личное мнение. Да, особое мнение Баггера Шайникова. Вот такое оно особое. Я, к сожалению, этих людей знаю некоторых лично, поэтому я не очень понимаю, как, так сказать, достигают они таких высот, но то, что потом происходит с их уходом, мы тоже видим. И мы видим, что происходит сейчас. Ну, посмотрите, вчера пошли анонсы по арестам, позавчера там по... Все события, которые сейчас нас окружают. Ну, в общем, каждый день много новостей, в общем-то. Вы обещали прерваться на рекламу. Давайте сделаем. 30 секунд. Пока в Монако там идут обыски, прервемся на рекламу. Ну, а потом мы уже более размеренно пойдем уже обсуждать. Ой, Багир Багиш, давайте пожалеем наших слушателей. Давайте более размеренно обо всем, да? Вы упомянули про аресты. Я так понимаю, вы имеете в виду арест господина Ефаркина, да? Ну, я не понимаю. Накануне по делу, так называемому, о парке Победы, был задержан Леонид Ефаркин, один из учредителей Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения, задержание сотрудники ФСБ и полиция. Не буду пересказывать историю у всех на слуху. Ваш комментарий. Будут еще фигуранты? Ну, конечно. Поскольку у нас сегодня плавные переходы, мне бы хотелось это пересечь с Урбаном. Потому что я пришел на этот великолепный, так сказать, форум, за который большое спасибо Ильвежу Дину. Он, так сказать, его создал. Он показал нам, как это может быть хорошо. Ну, журналистам не забудьте сказать, что журналисты тоже принимали участие. Ну, конечно, журналистам, чем всем, кто принимал в этом участие. Огромное спасибо. Хотелось бы сказать, да, и поскольку мы уже увидели, как это может быть, мы ведь назад возвращаться не будем. То есть теперь он должен это сделать. Не сделай, значит, ну, как бы не надо было дразниться. Сказал, а, говори, бэн. Вот мне очень странно было в президиуме этого форума видеть, ну, того же представителя, так сказать, городской администрации, там был Быков, да? Ну, ныне, руководитель ЗС, да. Люди, которые находились в президиуме этого форума, направленного на развитие города. И те люди, которым мы должны сказать спасибо за точную застройку, за вот парк Победы. Это не мое мнение. Спасибо, в кавыче. Видимо, заявление. Ну, конечно, да. И для меня вот эти диссонансы, которые я встречаю в нашем городе и регионе, они как бы, ну, немыслимы, понимаете? Поэтому мне бы, честно говоря, хотелось, чтобы каждый получал по заслугам. И очень, очень, очень переживаю за него. Ну, молюсь, правда. Ну, видно по человеку, как ему нелегко. Вот видно. Вы имеете в виду бывшему городскому главе? Да, но, наверное, кто-то и из организаторов должен был обратить на это внимание. Вот для меня это было странно. Это то же самое, что ты идешь на плаху, так сказать, обсуждать там какую-то жизнь. Вот удивительные вещи, да? То, как развиваются эти события, говорит о том, что все представители действующей власти, они должны помнить, что так случается. Это неизбежно. Это однозначно. Поэтому вот по Урбану, конечно, это событие, если ежегодно будет проходить, здорово, да, это большая ответственность, она нас, так сказать, как бы подтягивает. Плюс конкретные представители, которые приезжали вот из Ижевска, парни, они уже там прокачали всю рекламу города. И для нас там может быть крайне полезно. И мы с ними познакомились, очень здорово пообщаться. И ребята, которые сейчас делают концепцию нашей транспортной инфраструктуры, которая тоже втихаря кому-то там отдается каким-то образом, хотя есть где-то, видимо, анонсы, которые не обсуждались общественно, которые не понимают, какие цели преследует техническое задание. Но ребята сказали, что мы, помимо всего прочего, хотим еще и созидать. Вот это меня порадовало очень. То есть люди заработать деньги, так сказать, что-то там продавить, отлоббировать, уже не ставят на первое место. Хотят видеть результат. Это тоже важно. Я это пересекаю крайне с нашим городом. Поэтому за лунгом спасибо. Спасибо. Давайте все-таки еще про дело-то о парке Победы. Вы, я правильно понял, вы считаете, что еще будут задержать людей, как вам было? И вы надеетесь? Ну, я вообще считаю, что ничего тайной никогда таковым не останется, будет явно. Это важно знать. Просто накануне появились разные оценки, опять же, в интернетах. Люди говорят о том, что, ну, возможно, Ефаркин возьмет все на себя, а более, так сказать, крупная рыба останется на свободе. Но тут, конечно, это неблагодарное дело. Можно долго предполагать, размышлять и так далее. Я думаю, что сейчас такие душевные страдания, переживания, дискомфорт выхватывают люди, которые, как вы называете, более крупной рыбой, что никакие замки построены, никакие блага, там, никакой бизнес, никакой доход стабильный, он не поможет им от этого уйти. Это те деньги, которые, ну, дай Бог, поправят здоровье и годы продлят. Я молюсь за них, я молюсь за Быкова, молюсь за Чурина, искренне говорю, потому что, ну, православие – это такая вера, которая предполагает уделять грех от человека. Поэтому душа – это одно, и он всегда может измениться. Я же помню, как я в раннем детстве мог, так сказать, себе позволить что-то, какую-то там проказмичать. Да, вот он точно так же, просто в этом же детстве находился. Наверное, каждый раз. Ну, если мне… А то, что вспомнил что-то такое нехорошее? Конечно, скелетов у всех достаточно. Если человек преобразился, он понимает, что так может сделать каждый. Я поэтому призываю просто абсолютно искренне, призываю всех именно к тому, чтобы человек оглянулся, посмотрел вокруг, по сторонам, что происходит в этом мире, эти тренды, сейчас арестовывают Монаке, в Британии всех сбревают. Уже Кипр мы прошли, уже все мы прошли, уже в нашей стране, смотрите, насколько эта история тяжелая. И просто, так сказать, постарался как-то изменить свою жизнь, но ради того, чтобы, как минимум, здесь не превратить ее в ад. Сити-менеджер Илья Шульдин еще в августе этого года заявлял о расчете городадминистрации на то, что земля, это парки Победы, Победы вернется, в конце концов, в город. У вас есть такая уверенность, что она вернется? Ну, я в него верю. Я вижу его действия, которые в хорошем смысле слова, наверное, нам надо сказать спасибо, что мы его стимулируем. Мы стараемся его как-то, так сказать, сподвигнуть к тому, чтобы он был хорошим управленцем, прозрачное действие, экспертное сообщество приглашало, чтобы он правило, правило, чтобы у него не было искушений и соблазнов. С одной стороны, я это вижу и стараюсь делать. Но вот это один из случаев, когда я понимаю, что необходимо, конечно, делать ревизию серьезную. Я рад, что сейчас в ВТП, в управляющих компаниях действительно прошли обыски, идут, так сказать, ревизионные процессы, которые показывают, что наследили, мама не горюй, что АТП спустили полностью, ну, так сказать, в унитаз, что ленинская управляющая компания тоже там вся в долгах раскачали эти деньги, так сказать, надо найти, вернуть, конечно же, да. Но мне что важно, чтобы не переобулся человек на тему, так сказать, сел на потоке и начал дальше ими двигать уже других интересов своих, да. А чтобы он это сделал для горожан, для общества, понимаете? Ну, вот божественная история, она ведь приходит в жизнь каждому, включится. Ты можешь открыть, а можешь отвернуться. А дальше, так сказать, тебя берут демона и начинают мучить на разные темы греха, порока и так далее. Так вот, я бы не хотел, чтобы сюда приходили люди, управленцы, которые просто садились бы на потоки, отмывали, так сказать, у старых, отжимали. Да, ведь как велик согласен. Мягко говоря, награбленные. Ну, сейчас все время, там, текущая современность, она вопиет буквально. Смотри, ты просто посмотри. Ты вот остановись тупо и посмотри, что происходит. И определись, куда тебе надо идти. В ближайшее время сделаем цикл передач. Вот, отец Петр, позвони Петру, знаете, действительно, на колокол сейчас собираемся. На Спаский собор. На Спаский собор, да, пригласил. Говорит, давай создадим предпринимателей православных и будем отделять зерна от плюевел. Такая отличная идея. Мы сейчас ее начнем раскачивать. И у меня первое, что в голову пришло, предложить посадить Шульгина, поскольку у него... Что сделать? Предложить посадить, ну, за ствол переговоров Шульгина. Вы уточняйте, когда заявления такие делают. Шульгина, у которого, так сказать, есть иконостас на работе, там, ну, Михаила Шихова, у которого тоже есть иконостас на работе, да, и Петра. И поговорить на тему мусорного коллапса, потому что мы его все видим. Мы его все видим. Вы знаете, это происходит. И что-то подсказывает, что это еще цветочки. Они перекидывают друг на друга ответственность. Но ведь мы в этом живем, а мы в этом жить не могли. Спасибо вот сейчас Балабанову, Ване, который, так сказать, прекрасное фото с театралкой совместил, там, мусорный коллапс. Вот этот перформанс мы скоро начнем таким творческим потоком уже, так сказать, как-то что-то менять. Потому что критиковать это бессмысленно. Они, им не страшно. Они даже не боятся, они Бога не боятся. Вот о чем речь-то, понимаете? Самое главное, так сказать, а уж раз так, так что на них может повлиять? Вот подобный перформанс, например, когда все будут понимать, что, например, сейчас все понимают, что Кировская область это самый криминальный с точки зрения лесной отрасли бизнес. Самый. Вот за пределами Кировской области это так. Мы в лес пойдем еще. А вот еще и мусорный, если он будет, то мама не горюй. Но мы в лес пойдем, почему? Потому что я недавно решил его закупить, и мне сказали, что документов никаких не дадим и так далее. То есть я понял, что даже на местном уровне... Поясните, для чего вы решили лес купить? Ну, мне надо было... Для строительства, собственно, у вас? Да, да, да. Мне надо было баню, так сказать, делать. А, пояснили. Это как хозяин Багир. А, Вчера... Решил себе баню поставить. Даже на банальном, таком частном уровне. А вчера беседовал с человеком, который, так сказать, приехал из-за рубежа Кировской области, так он просто заявил о том, что Кировская область, она вот видна как именно вот такая черная история лесная. Ну, Леша Навальный, я не знаю. Ну, кого здесь только не было еще. И сейчас вот братья, так сказать, насколько я знаю, вот сейчас... Витрата офицеров уже живет. В Википедии набираешь братья Чуриной лесные, так сказать, эти самые. И там вылезает про лес тоже история, мама не горюй какая. То есть это все надо не просто регулировать. Силу и волю, чтобы это менять. Багир Багирович, мы вот так сумбурно, возможно, подошли к еще одной рекламе. Полторы минуты прерываемся. Это Багир Шарифов, общественный деятель, продолжим. Такой целый клубок у нас всевозможных вопросов, которые мы обсуждаем с Багиром Шарифом, общественный деятель. Багир Багирович, сейчас хочется вспомнить о вашей деятельности в ранге члена региональной рабочей группы по контролю за содержанием и ремонтом дорог. Третий созыв общественной палаты уже канул в лету, сейчас работает четвертый созыв. Общественная палата объявила прием заявлений в новую региональную группу по контролю дорожному. Я до передачи как раз с коллегой вашим разговаривал, Виталием Брамом. Виталий Брам сказал, что пока еще не думал, будет ли он подавать заявление в новый состав рабочей группы. Посетовал на то, что не посоветовались с вами как активистами. Виталий сказал прямо, мы вот тащили это, а с нами даже не посоветовались. У вас тоже такой же какой-то нюанс? Нет, с Кумы нет. И пойдете ли вы в новый состав? С Кумы нет, мы делали вне зависимости. Мы понимаем, что когда объединяли усилия, там были люди, у которых я напрямую спрашивал, мы выходили в курилку, ребята, чьи будете, с какой цель преследуете. Все сказали, что все хорошо, но на самом деле понятно, что кто-то там использует как трамплин, кто-то как, мягко говоря, повышение своей низкой социальной ответственности. Но те люди, которые могли работать, они работали. И результат заслуженно, так сказать, виден всеми. Мне хочется сказать, что мы безвозмездно даром на протяжении более трех лет, ну вот я там 10, в этом году 10 лет исполняется, занимались этим процессом. И на самом деле очень достаточно тяжело. Тогда его результатами начинают спекулировать, тоже мне очень приятно. Процессом, я напомню, общественный контроль. Общественный контроль за дорогами. За последнее время... Брамовское делай дороги, это ведь было уже позже? Или это первая вкладка была как раз? Оно было после того, как было 2007 год, делай дороги общая оцена с Кировой. Да, да, да. Вот с этого начиналось? С этого начиналось, это была наклейка на моем лобовом стекле. А, все, напомню. А потом мы начали клеить все, и потом мы поездили, на нас посмотрели и говорят, блин, что-то парни, надо им что-нибудь сделать. И там выборовали и сделали. И слава богу. А потом мы начали уже обращать на это внимание и заметили, что да, что-то решается. Начали решать более активно и серьезно. Поэтому все, кто делали что-то, они делали. Результаты деятельности видим. Его не растереть. Но не хотелось бы работать втроем за 20 человек. Первое. И второе. Ну, наверное, нам необходим другой уровень, некие воздействия, влияние на процессы. Более, так сказать, широкие, высокие, я не знаю, на уровне страны, Кремля, Москвы и так далее. А вот общественная палата, там должны прийти новые люди. Они должны получить тот же драйв. Они должны иметь возможность это сделать. И я очень рад, что они собираются, они будут помогать им всем, чем в состоянии. Ну, вы-то пойдете? Я не планировал. Я бы хотел заниматься тем же, но немножко на более, там, ну, мягко говоря, уровне. А что там может быть? Какие еще уровни? Это организация, которую мы сейчас продумываем, прокачиваем и в ближайшее время всем сообщим. Которая будет... Это общественная организация? Да, пока это движение «Делай дороги», потом «Делай ЖКХ». Но мне бы вот пожелание общественной палаты, конкретно Сан Саныч, вот такое. Хотелось бы, чтобы там были конструктивные люди, которые могли бы... Вот вы видите этих конструктивных людей? Давайте конкретку. Вот есть Воробьев, да? Андрей. А есть Улитин. Вот тот Улитин, о котором много писал Брам, Виталий, да? Я лично его, как человека, так сказать, уважаю, но я понимаю, что если мнение такое не опровергается, оно неоднократно присутствует о том, что человек, да, он близок к монополии в сфере ЖКХ, то, наверное, не может он возглавлять этот комитет. А вот Воробьев независимый эксперт, который... В комиссию, да. Центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Это вы знаете то, что вижу я. Я вижу, как парень работает, как объективно, конструктивно он делает заявление, как он действительно, так сказать, показывает на проблемы и добивается их решения. Я вижу, как некоторые вопросы просто, так сказать, зашориваются, за, так сказать, тихариваются. Ну, в этом, наверное, есть какой-то умысел, поскольку мы плавно переходим к концессии, мы понимаем, что, вот, скажем, компания Т-Плюс, которая планирует подписать эту концессию, не в ее интересах показывать прозрачные, так сказать, итоги формирования стоимости гигакалорий, цены, а показывать проблемы, которые существуют у нее в отрасли, да, или, так сказать, вообще в этой системе ЖКХ. Ну, вот одно обстоятельство, где по договору аренды сетей с 2005 года по 2017, по договору с этой компанией, там, 50 миллионов рублей платилась аренда за сетку, за всю сетку, которую арендовали Т-Плюс, она не может не обратить на себя внимание. Ну, как это вообще? Инфляция есть, все есть, там, на протяжении 10 лет цена не менялась. Ну, вы знаете, ну, казните меня, но я считаю, что там есть еще левые договоренности, при этом, либо халатность, там, тех же чиновников, да, Ну, для... На ваш взгляд, если они... Я назову это халатность органов власти, которые не регулировали стоимость аренды сетей на протяжении 10 лет, понимая, что в год инфляция не менее 7% идет раз. Второе... Реально это же больше, наверное. Конечно. Второе, у нас ответ, так сказать, есть на руках от органов власти о том, что они, к сожалению, не могут предоставить документы ранее, чем 2013 года, поскольку по существующим новым они уже удалены, как бы, они ликвидированы, то есть они не могут вообще рассказать, куда направлялись эти деньги. У нас ежегодно вделяется 300 миллионов рублей для того, чтобы эти сети, так сказать, коммуницировать, и это инвестиционная такая некая составляющая, капитально ремонтировать, возобновлять и так далее. И, как вы знаете, предыдущая глава сейчас находится последствием в краже 62 миллионов, и уже имеется уголовное дело, уже имеются какие-то там серьезные резонансные дела. Так вот это как раз по факту... Т-плюс вы имеете. Т-плюс. Так вот это по факту, так сказать, просто рассмотрение одного года работы с вот этой суммой в 300 миллионов, куда и как она была потрачена. А представляете, у нас 10 лет. Вот мы эти 10 лет не смотрели ни разу никогда вообще, в принципе. Вот посмотрели на один год, опа, нет, 62 миллиона из 300. А на протяжении 10 лет сколько, куда, чего могла уходить беда просто, да? Кому ушли деньги, да? Ну вот, да. Как они? Если это не коррупция, то это халатность. Если не халатность, то, ну что это еще такое? Предлагаю объединить эти статьи Уголовного кодекса. Халатность и коррупция. И всем будет легче. Ну, да. И смотрите, действующая, текущая концессия, которую мы подписываем на 35 лет, в которой нет ни одного объективного условия. То есть мы понимаем, что там сумма 17 миллиардов должна там за 35 лет быть вложена в эти сети. Эксперты говорят, что не менее 50. Первое, второе. Это какие эксперты? Ой, сейчас не хочу я публичить, но больше. Ну, все-таки хотелось бы, чтобы вы, как бы, более доказательно, что ли, звучали ваши слова. То есть вы общались с экспертами, так понимаю? Да. Наши эксперты. Не наши, не хирургские. Наши эксперты. То есть они... Научное сообщество, которое, так сказать, примерно... Они ценник намного выше называют, да? Во-первых, намного выше вот именно, так сказать, стоимости замены и капитального ремонта, модернизации этих сетей. Но даже там в существующих условиях концессии, на 35 лет, если мы подписываем этот договор концессии, то там существуют очень незначительные такие критерии. Скажем, ну что, вот такая сумма должна быть потрачена. Мы ее делим на год, если поделить на год, да, вот эти деньги, 35 лет, 17 миллиардов, у нас получается 400 с чем-то миллиардов. Правильно? Понимая, что на сегодняшний день... Это примерно сумма сегодняшнего дня? Ну, побольше. Ну, это примерно сумма сегодняшнего дня. О каких инвестициях речь идет? Вот инвестиция, наверное, следующая. Во-первых, это возможность договор концессии, подписая гипотетически, дает изменить тарифы для населения, причем выше планки устанавливаемой РСТ. Ну, поскольку там идет обновление сетей, давайте сейчас жахнем. То есть напрямую повлечет увеличение стоимости услуг. Ну, вот накануне как раз региональная рабочая группа, по представительству Евгения Васильевича Сметанина, оценивалась, там 18% называлась, минимальная, по-моему. Ну, да, ляжет на человека. 18% повышение. Ну, смотрите, ну, что на нас ложится. Вот я живу сейчас, смотрю, Шульгин сказал, что мы купим автобусы сегодня, потратим миллиард, завтра уже, так сказать, какой-то представитель органовласти говорит, что мы, ну, вот покупаем автобусы, поэтому сейчас поднимем транспортные услуги, стоимость проезда вырастет. Это первое. Это первое. То есть несет благо за наш счет. Второе. Сейчас мы там подпишем концессию. Уже мы слышим, что там, те 7%, которые, так сказать, возможны, уже могут быть больше. То есть, опять же, вот классно мы сейчас будем трубы менять, вроде как, опять никто ничего не узнает, и опять все документы, так сказать, куда-то там сгорят или куда-то канут в лепту, да, но опять же вы будете платить дороже. Чуть-чуть немножко дороже в своих платежках. Поехали. Третье. Вот мы сейчас будем хоронить мусор, и никто не говорит даже о сортировке и переработке. Но, тем не менее, опять же, с 1 января стоимость вывоза мусора, опять же, в платежечках будет немножко больше. То есть, все ложится на плечи гражданину. Это меня, кстати, крайне не устраивает, что тариф мы узнаем в самый последний момент. В декабре, когда нас поставят перед фактом. Ну, как бы я в легком от этого шоке. Вот есть, так сказать, управленцы, которые управляют городом, где там находится мусорный коллапс. Есть, так сказать, система концессий, в которой проголосовали депутаты. Я думаю, что они разделили ответственность. Более того, впоследствии это, ну, мягко говоря, они могут и уголовную ответственность разделить. Потому что непонятно ведь, они ведь голосовали парк победы, те, прошлые. А есть прецеденты, конечно, когда в Свердловске, например, за какое-то решение, проголосованное депутатами, их начинают приглашать и, так сказать, в том числе, к уголовной. Они начинают нести уголовную ответственность. Действующие депутаты, они тоже ее могут нести впоследствии. Но как вот ты депутат? Я не знаю, какой ты депутат, если без понимания основных условий концессии, ты голосуешь за то, чтобы ее подписать. Это о чем? Это значит, что тебя просто юзают, тебя используют для этого. Тебя купили, когда ты туда шел, или тебя купили сейчас за решение, тебе, так сказать, что-то обещали. Но ты не можешь находиться в этом органе власти и, мягко говоря, голосовать за то, что ты вообще не знаешь, куда вырулить. Это должны быть условия, это должно быть приложение к договору, должны быть ясные, четкие, расписанные позиции, по которым нужно было действовать. Чего мы, по крайней мере, сейчас не видим. Мы не видим. Вот это все очень, конечно, грустно. 30 секунд, Валерий Павлович, чтобы подвести итог. Ну, за 30 секунд слушайте. Ну, хотелось бы, чтобы он был не слишком грустным. Новый год на нашу, как не понял. Я вообще предлагаю, друзья, друг за другом помолиться, так делаю, даже за недругов, как пишется в том же Писании, искренне отделять грех, так сказать, от человека, от его души, и постараться сделать так, чтобы душа ближнего была к тебе, так сказать, поближе, чтобы ты свою энергетику туда отослал, в его, так сказать, здоровье, благополучие, даже если он, так сказать, ну, мягко говоря, демонами окутан, своими делами обратное, да, демонстрирует, отмолить, в общем-то, надо и этих ребят тоже, потому что они сами не ведут, что творят. Ну, а добро, как всегда, побеждают, как в любой сказке. Это факт. Спасибо. Багир Шарифов. Особое мнение на этом завершается. Всего доброго. До свидания. Всех благ.